Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Две передачи подряд мы общались с очень интересным священником, с нашим земляком, членом Союза писателей, писателем, очень плодовитым писателем, писателем, у которого очень много книг, детских, исторических романов, художественных рассказов. И вот сегодня мы продолжим, можно так сказать, цикл литературных наших бесед с нашим гостем, клириком Храма Святых Апостолов Петра и Павла, отцом Николаем Агафоновым. Здравствуйте, батюшка! Клириком города Петра и Павла, города Самары, отцом Николаем Агафортов Петра и Павла, отцом Николаем Агафортов Петра и Павла, отцом Николаев, сегодняшнюю передачу мне бы хотелось с вами посвятить, ну, так как вы действительно, что называется, в теме, вообще нашей русской литературе. Потому что мы видим, как она меняется, изменения эти не всегда в лучшую сторону, мы живем в такую очень печальную эпоху постмодерна, когда вот мы в прошлой, по-моему, с вами передачу как раз сказали, что скоро будут романы-эсэмэски, вот, романы-такие переписки, когда очень клиповое сознание у людей, люди не привыкли затрачиваться на что-то очень длительное, серьезное, так, чтобы сидеть, войну и мир перечитывать, то, о чем вы как раз в том числе сказали. И вот, конечно, разговор о русской литературе или о литературе в целом, мне кажется, сейчас крайне важен, крайне нужен, потому что, мне кажется, еще, кроме всего прочего, есть очень такой печальный симптом нашей эпохи. Люди, в принципе, отучаются читать, даже если вдруг хочется познакомиться с книгой, то сейчас у нас закачивают их в плееры, слушают аудиокниги, уже взгляд не скользит по буквам, по строчкам, вот. Поэтому разговор о литературе и о русской литературе, в частности, мне кажется, крайне актуален. Но давайте мы с вами начнем с такого простого вопроса. А вообще, с чего начинается русская литература? В какой, вот на ваш взгляд, русская литература, в какой момент истории нашего государства начинается, вот, как явление? Ну, как явление, естественно, она начинается в глубине веков. Это влияние именно византийской литературы. И первый русский писатель, из русских митрополитов, ларион, слово о законе и благодати. Так что, видите, в какой глубине веков, к истокам наших государствия называются. Ну, можно сказать, что зачитание такой современности, то есть, Александр Сергеевич Пушкин и читает нашу. Все-таки, литература наша, вот как она началась, под знаком христианский, так она все время была, даже в советское время. Даже советская литература не смогла себя отбросить от традиции русской литературы веков. И советские писатели лучше писали все-таки в традициях, в такой вот христианстве. То есть, ну, о чем я говорю? Жертвенность, служение Отечеству, служение своим ближним. Вот это жертвенная именно любовь к служению. Вот, семья, ее ценности в нашем именно православном понимании, она все-таки оставалась и в советской литературе. То есть, если не упоминали, литература не упоминает о Боге, это не значит, что она не христианская. Она по духу. Вот у нас своя русская литература, она, конечно, имеет влияние и от западных источников литературы, и там тоже великая литература есть, и английская, и французская. У нас своя вот русская великая литература. Потом, когда он говорил в прошлый раз, я не имел в виду, что мы даже приспасались с этим. Мы должны подтягивать современных читателей. Мы не должны клипы, романы создавать. Нет, просто, конечно, есть какие-то определенные правила, которых никак не избежать. И в основном-то одно правило – писать интересно, увлекательно. И я думаю, что и достигает у нас, например, Пелевин. Замечательный, современный писатель. Вам нравится Пелевин? Нравится, замечательно. Лукьяненко. Фантаст, какая глубокая у него фантастика. Замечательный, особенно близится утром, мне вообще потряс его роман. Многие его знают больше по дозорам. А я вот, мне потряс роман. Я почему про Пелевина так спросил? Потому что, ну, во-первых, человек вашего поколения. Во-вторых, священник. Я потому что тоже очень люблю Виктора Пелевина. То есть, на мой взгляд, это один из самых, наверное, талантливых писателей у нас сейчас в стране. Но это, мне кажется, сейчас просто у наших телезрителей такой разрыв шаблона произошел. И очень хорошо, что священники читают, ну, в том числе... Да, читают, фантастиками читают. Да. У многих даже скажут, что это батюшка, поп такой же. Лукьяненко читает для юноши. А я люблю. У него замечательный президент. Он сам православный человек. Ведь он крестился все сознательно. Лукьяненко. Вот мы заговорили о неком таком развлечении. Вот на ваш взгляд, чем отличается русская литература от зарубежной? То, что мы, как бы, какие мотивы перенимаем, это понятно. А вот главное отличие зарубежной литературы от русской? Вы знаете, я не могу, может быть, какие-то тонкие, я все-таки не литератровед, а писатель. Я считаю, что хорошая литература, она не отличается. Ну, есть свои особенности у Диккенса, который я очень люблю. Да. Накладывает просто отпечаток та культура. Ну, некий там, допустим, западный написать некий прагматизм. Вот, еще что-то свойственное, допустим, американской там литературе. Вот, то есть, только чисто культурные накладки. А хорошая литература, она должна, ну, вот, цель любого художественного произведения, чтобы читатель с первых глав романа или повести, или рассказа, полюбил главного героя, то есть, он должен сопереживать ему. И сопереживая, пережил бы с ним вместе катарсис. Вот это духовное очищение. И это достигает и западной литературы, и наша в одинакой степени. Ну, вот у Николая Бердяева, которого вы вспоминали в прошлую нашу встречу, есть замечательное определение русской литературы. Он говорит так. В отличие от зарубежной, в русской литературе всегда есть мука о Боге и мука о человеке. Ну, это, да, это, и это вот отличие вы правильно отметили. Я его тоже не сказал. Даже я скажу так, подтверждая, только русская мысль билась, например, над проблемой ада. Куда же ад делится после апокалиста, после того, как Бог выся и во всем, где его место. Это только русская мысль. Да, русская мысль именно, она вот неравнодушна к вопросам души, вечности. Таким глубоким религиозным, философским вопросам здесь, здесь, пожалуй, русская литература опережает. Ну, да, потому что... Вообще, это вот как две культуры. Если возьмем западную и русскую культуру, смотрите, у них главный праздник Рождество Христово. Да. Рождение, Бога Младенца, все хорошо, значит, младенчик лежит, там ангелочки летают, тут пастушки. Все земное такое, и гусь ждет такое рождественские. Все эти, вот понимаете, там больше приземленность. А мы уже читаем главный праздник Пасха, воскресение Христа, уже не земное, уже путь к небесному. Вот этим жила русская литература, вот этим воскресением человека, апокалиптически она жила отчаянием будущего века. Вот чаянием преображения земли вместе с воскресшим Христом. Не вот как устроиться в этом мире, а вот мир, который вот затем горизонт, царство небесное. Поэтому, думаю, что у нас идея коммунизма так была воспринята, она серьезная, потому что это тоже построение царства Божия. Хоть и на земле. Пусть она, да, пусть она ложная идея, она неосуществимая, потому что человек, а неосуществимая по простой причине, об этом никто не говорил. Нельзя построить идеальное общество только потому, что сам человек греховен, он рождается таким. Это наследствие греха Адама и Евы, что называется первородным грехом. Он родился маленький, ничего еще не совершил, а в нем червоточинка. Червоточинка – это называемая болезнь, первородный грех. То есть его больше наклонен к козлу, чем к добру. Надо его воспитывать, говорить, вот это нельзя делать, вот это нужно делать, вот это будет хорошо, а это плохо. Вот что такое хорошо, что такое плохо, это если вы станете как раз, чтобы придавить в нем вот это начало, а больше всего, вы станете, выставляете, какая-то церковь, вместо своими таинствами. Вот это борьба. Так вот эта борьба, которую Достоевск обозначил, дьявол борется с Богом, а поле, битва – это сердце человека. Вот это, я думаю, что в русской литературе одна из главных тем. Борьба дьявола с Богом. А какова все-таки функция, какова роль вообще литературы в культуре, как вам кажется? Ну, у вас самополагающее. Дело в том, что благодаря литературе придается вот некая эстафета такая самой культуры. Ведь, ну да, мы, конечно, мы познаем культуру и таких немых свидетелей, как картины. Картины – тоже рассказ такой, видимый художникам. Ну, и в разных поделках, там, сосуды, там, все такое, бытовая культура, произведения искусства. Немые есть. Но если бы не было литературы, много ли они бы нам рассказали? Благодаря литературе, которая еще с древних времен, там, идет с Египта, с Пабелона древнего. Уже письменности той литературы и тех эпосов. Все мы познаем, и вот. Но вот воспитательная функция литературы, она какова? Воспитательная функция огромная. Человек, который читает книги, это я вот детям всем когда-то говорю, читает книги, вы будете интересны людьми. Он этим самым через литературу постигает опыт этих героев жизненный. И он становится его опытом, потому что он ему переживает. И потому мы в своей жизни, если бы не было книг, у нас был бы очень немножко зауженный. И заметьте, как вам неинтересно беседовать с человеком, который, ну, так сказать, не читает вообще книги. Обычно узкий немножко угозор. Ну, можете выручать в чем-то телевидение, но не особо там фильмы. Я понимаю, они в чем-то там тоже опыт передают. Но все-таки книга, общение с книгой. Ну, а то, чтобы его заделить электронно в виде, я считаю в любом виде, и пускай в аудиокниге. Ведь на слух человек, не все, вот некоторые говорят, я вот на слух плохо, мне нужно видеть буквы. А я вот на слух хорошо воспринимаю. Дело в том, что в древности не умели читать про себя, читать книгу про себя. Такого не было. Даже если человек находил сам собой, он читал слух. А еще было такое, что не все умели читать. Читал один, все слушали. Это было, или один рассказывал, все слушали вот эти вот эпосы, легенды, сказания все. Собирались все вместе вечером. Зажигали очаг, и вот тот рассказывал, или читал что-то. Так что на слух мы очень хорошо можем воспринимать. Это у нас древность идет, воспринимать на слух. У нас тоже появляются образы на слух. Но чтение же тоже оно крайне необходимо. Нет, чтение для меня, вот вы же спрашиваете меня, какое отношение, я считаю, лишь бы соприкасались с литературой. В любых источниках, в бумажном ли варианте, в аудиокниге, в электронном, так же он видит. Еще замечательно все. В любом виде пускай читает, лишь бы читали. — Батюшка, а вот в вашей биографии воспитательная функция литературы как проявилась? Мы уже говорили о том, что вам бабушка читала. А вот какая литература воспитала вас? Это же происходит незаметно. Понимаете, из одной книг что-то вкрапилось, из другой запомнил, как действует герой, что это плохо и так не надо. Понимаете, это вот не объяснишь. Это вот, знаете, идет же процесс постепенно. Другое дело, как на меня повлияло приход к Богу. Да, действительно, тут литература сыграла. Я, как и тысячи, миллионы других школьников советских, воспитывался, естественно, в атеизме. И нас учили, что души у человека нет, и все, он умрет, и закопается, и ничего не будет дальше. Только вот продолжение в потомках. И когда я в девятом классе сучали мою «Войну и мир», я почему-то открыл на той главе, где Мария Балконская, сестра Андрея Балконска, на ночь молится. И там в ее уставы вкладывает Лев Толстой слова молитвы вечерней, которые на сон грядущий. Это молитва Иоанна Дамаскина. Господи, неужели мне одр сей гроб будет? Я сразу, хоть и на славянске я понял, что вот эта постель, куда я сейчас положусь, когда-то будет моим смертным ложем. Меня потрясла сама мысль о конечности жизни. Господи, неужели мне... Я помню, что я когда-то умру, и потом это будет очень скоро, через несколько десятков лет. И потрясен, мы себе подумаем, не может быть, что я исчез, ничего не будет. Даже память лично, мои мозги также, которые считают, что у нас память, они же также разложатся, как основное тело. Во что они превратятся там? Как там черви будут есть? Страшная картина, ничего не остается. То есть если нет души у человека, как говорил один поэт советского времени, Я не знавал попов на свете, никогда не зубрил молитв, но души, если нет, ответьте. Что ж тогда у меня болит? Вот сжимается, холодеет, вот бунтует, не зная мер. Разве может болеть идея или выдумка, например? Неспроста, вероятно, все же всесоюзное дело верша. Сам ЦК иногда не может обойтись и без слова душа. Что за хитрая эта штука? Где жилища во мне нашла? Или нынешняя наука впрямь чего-то не доучла? В сотнях справочниках проверьте, опровергните сорок раз. А физические, вот поверьте, ощущая ее сейчас. Тихо в мире, светло и звезды, вызревает рассвет в тиши. Позаботьтесь, друзья, серьезно, о бессмертии своей души. Это в советское время писал Евгений Втушенко. Она в огоньке была напечатана, вот я запомнил. Так что стал я заботиться о бессмертии своей души. Это полияла наша русская литература. Какие еще имена для вас значимы? Ну вот Пушкина назвали, Достоевского назвали. Ну конечно, Чехов, Антон Павлович Чехов. У него просто есть рассказы. Как атеист Чехов стал для вас... Ну вы знаете, его, если назвать атеистом страдающим атеистом, он был, конечно, христианином по своему складу. У него, как у Тургенева, который тоже литературный критик называет страдающим атеистом, было противоречие между разумом и душой. Душой это был христианином, а разум говорил, вот у нас современная наука что-то достигла. На самом деле мы это понимаем сейчас, что наука никогда не могла отрицать божественные хисти, потому что она вообще не может о них говорить. Наука говорит только о том, о чем ей дано, как науке говорит. Мир физика изучает наш окружающий мир на здоровье. Бог создал этот мир, материал, дал ему закон, изучай закон и мир. Но о Боге физика ничего не может говорить. Не отрицать, не... Так же любая другая наука. Вот этого немножко не понимали писатели. Писатель-то не значит, что такой прям умный человек. Но Чехов был замечательный писатель, он мог передавать. Почитайте его архиереи, посмотрите, его герой архиереи, ведь он неизлечимо болен, и он умирает на Страстной Седмице, вместе со Христом, проходит этот путь, умирает в субботу. Значит, он и воскреснет со Христом. Ну, вообще много, а студенты, другие, а степь, это вообще там... Такой, да, священник, отец Христофор, он такой милый, хороший бачник. Он любил христианство, понимаете, он был, он знал, ведь там так красиво рассказано о богослужении в архиереи. Он все это понимает, это все было его. Он был христианином, конечно, по своему сознанию. То, что даже как-то он руками-ногами где-то в этой ситуации упирался. Ну, это влияние, это вот тогда было очень модно, понимаете. Поскольку вот этот тупой материализм, я не могу, не тупым, потому что он действительно был туповат. Вот как бы увлек такой идеей, что-то чему-то противостоять. Но в наше время об этом говорить смешно. Мы знаем, что вы идеи царицу. Атеист такой же верный человек, просто он верит, что Бога нет. А доказать никто от него. В этом смысле от меня ничего не отличается от вас, атеист. Вы верите, что Бог есть, он верит, что Бог нет, и все разница. — Батюшка, уж коли мы так немножко... — Ну, и советские писатели тоже, может, Шолохова, Булгаков очень нравится. — Солженицев? — Ну, немножко тяжеловат. Я понимаю, что он писал какие-то вещи, которые... Я для меня говорю, у Солженицев, скажем, мне вот один день Ивана Денисовича, конечно, это вот мое такое произведение, у Солженицева любимое. Остальное просто вот тогда это было интересно, когда что-то там разоблачали. Ну, тяжеловато я уже при написании. — Довлату. — Я его два века вместе-то с удовольствием прочитал, второй том. — К Довлату вы как относитесь? — К Довлату отношусь так, в среднем. У меня вот из... Я, понимаете, я не люблю сложные вообще книги читать. Я простой. Как три копейки. — Да уж так не скажешь, батюшка. Ну, из советских писателей, я говорю, ну, меня вот потрясал в юности Островский, «Как скалял сталь». Замечательная книга. Вот как мы там не относились. Да, там вот этот Пав Корчагин, одержимый, вот такой религиозный фанатик, верить, кому нельзя делать. Ну, это же такой образ, там сильные образы. Конечно, многие, очень многие, но братья Вайнера, вот замечательная уже, «Эра милосердия» у них. Вообще-то, ну, как любил я, конечно, и других советских писателей много. Каверина, «Два капитана» на меня произвело большое впечатление в детстве. Много у нас было в советской литературе, много было достойных книг. Вот нельзя нам это... Понимаете, мы привыкли так. Вот период, если он без Бога, то плохой. Он неплохой, он нехороший, он наш период с вами. Мы это пережили, наши родители. И, несмотря на это, продолжала существовать литература. И литература возвышенная. Литература, любящая человека, страдающая за человека. Отец Николай, вот известно, что, ну, интеллигентская среда, вот, среда писателей, среда поэтов, среда музыкантов, среда художников, театралов, актеров, она такая очень... Есть в ней определенные нотки, там, и соперничество, и прочее, прочее. Вот вы же не единственный писатель, во-первых, священник, не единственный писатель, во-вторых, не единственный писатель, который, ну, вот совмещает вот эту православную тематику с художественным словом. Есть ли кто-то из собратьев, кого вы можете назвать, вот, кроме себя, чтобы, вот, например, в качестве рекомендации, для прочтения? А, для прочтения. Или с кем, может, дружите? Ну, я дружил с Юлией Вознесенской, замечательная православная писательница, царство небесное, вот она недавно скончалась, ну, у нее просто для современного человека глухого, чего никто не написал. Это мое мнение. Хотя многие там критиковали, вот, там у нее ангелы снежки бросает. Это, вроде, чуть непросто. Как ангелы бурями мог появлять снежки, что-то в снежки бросать. Они бурями орудуют ангелы божьи. Да, значит, у нее замечательно. Для детей и для взрослых. Я советовал бы прочитать ее «Мои посмертные приключения». Для молодежи особенно. Вот у нее, значит, это «За макаронами» или «Ланцелот» – это вторая книга. «Кассандра» или «За макаронами» и потом «Ланцелот» – предложение. Потом у нее изумительные есть повести. «Жила-была старушка в зеленых башмачках». Такая милая, современная трех женщин, как они дружат. Рассказы «Утолимая печаль» просто замечательные. Ну, вот, например, еще кого из православных писателей. Вот я бы сказал. Ну, Олеся Николаева. Замечательная писательница. Это вот жена отца Всеволода, по-моему. Да, жена отца Всеволода. А вот Ярослав Шипов. Он был писателем до священства. У нее хорошие рассказы, новеллы. Ну, наших с вами земляков. Алексей Алексеевич Солоницын наш. Самарский, всероссийский писатель. У него замечательные романы. Рекомендую всем. Сейчас вот роман он про Самарское знамя написал, которое вот шили к турецкой войне художество. У него рассказы изумительные, романы, повести. А вот «Торик». Ну, я знаком с отцом Александром Ториком. Но это, как сказать, не мой. Нет, ты хотел, да. Он многим нравится. Ну, так скажем, не мой стиль. Все понятно. У него, как, немножко в лоб там. Вот, я думаю, что... Почему я эти вопросы сдаю? Много художника, литературы хорошая. И вот «Чудинова», «Мечеть Парижской Богоматери». Замечательные пророческие романы в Европе как-то. Потому что часто задают вопросы. Вот приходят православные миряне. И с одной стороны, вроде как бы у нас... Льюиса рекомендуйте. У Льюиса замечательные письма Баламута. Письма Баламута. Расторжение брака. Там автобус ходит между райами и адом. Вообще Льюис это мой любимый. Вот такой... Он не современный, но хотя... Он не современный, но почти, ну, жил-то в 20 веке недавно. Я вот считаю его чуть не современником. Льюис, да, замечательный писатель. Чертостон. Да. Вот. И за... Можно рекомендовать много. Детям я рекомендую «Три мужских китер» обязательно почитать. «Робинсон», «Крузо». Спасибо, Батюшка. Другие романы. Сегодня у нас просто уже заканчивается эфир. Вот так. Да. Но прощаюсь сегодня с вами, дорогие наши телезрители. Мы вам передали список обязательный, что называется, на лето. Список к прочтению. Читайте литературу, просвещайтесь, развивайте свой ум. Храни вас всех Господь. Христос воскресе. Субтитры подогнал «Симон»